Музей истории КФУ Из своих воспоминаний Сергей Тимофеевич описывает эти студенческие годы, и у них было чувство гордости, что они стали студентами университета. Они целый день занимались, ведь студентам университета еще полагалась шпага к форме студентов, описывая, что с какой гордостью они выходили на прогулки в город и обращали внимание местных жителей, которые говорили им вслед, что студенты идут студенты. Сергей Тимофеевич написал множество произведений, но самое известное это сказка «Аленький цветочек». Так вот он, вот он цветочек «Аленький». Как выяснилось, это не вымысел, и такой цветок действительно существует. Правда, растет он только в Ульяновской области и является достаточно редким. Еще в раннем детстве отец Тимофей Степанович привил своему сыну любовь к охоте и природе. Позднее Сергей Оксаков стал заядлым охотником. Он даже написал книгу «Записки ружейного охотника», посвященную четырем видам охоты. Здесь каждый может перенестись в XIX век и примерить на себя образ писателя и сказочника, написав пару строк за старинным письменным столом. Анна Глазнова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.